В России объявлена мобилизация, она называется частичной, но что это будет означать для общества, армии и режима Владимира Путина, об этом мы поговорим с политологом Екатериной Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Здравствуйте, Максим, давно не виделись. Да, действительно, вчера об этом говорили еще как о чем-то, что только должно состояться, и о том, что не факт, что состоится, а утром это стало фактом. Во-первых, насколько все-таки неожиданным было это решение? Я не знаю, почему все время об этом спрашивают. Это что, какое-то большое достоинство, неожиданность? В этих злосчастных обстоятельствах, в которых мы находимся последние полгода, в общем, уже все возможные сценарии рассмотрены и обсуждены. О мобилизации говорили с 24 февраля, на самом деле, еще и до этого. Много-много было всякого экспертного времени и усилий потрачено на то, чтобы предположить, вероятно ли это, правильно ли это, каким последствиям это приведет внутриполитическим, внешнеполитическим, насколько это эффективно с военной точки зрения и так далее. То есть, по-моему, здесь уже фактор неожиданности особенного быть не может. Конечно, испытываешь неприятные ощущения внутри, когда ждешь этого обращения сначала вечером накануне, потом выясняется, что надо утром ждать, потом вот утром, значит, по Берлину 8, по Москве 9, начали, не начали, начали, ну вот оно. Конечно, это вызывает разнообразные эмоции, но я не думаю, что в них есть какая-то особенная ценность. А, видимо, после сочетания, так сказать, двух неприятных обстоятельств, это отступление в Харьковской области и всяких публичных неприятностей на форуме ШОС в Самарканде, вот, так сказать, вернулся главнокомандующий домой и стал перед необходимостью что-нибудь сделать такое решительное для того, чтобы вернуть себе, если непобедительный, то хотя бы грозный и пугающий вид. Видимо, так. А что за неприятности в Самарканде вы имеете в виду? Судя по всему, как-то вот не было там встречено со стороны России той поддержки, того понимания, на которое можно было рассчитывать, потому что же считается, что это запад, коллективный запад, нехороший, не сочувствует России, мечтает ее расчленить, хочет какой-то свой там однополярный порядок установить. А другие страны, которые не так заморачиваются по поводу демократии, они понимают гораздо лучше, как совершенно необходимо, ну там, подраться с соседом за кусок территории. Но тут выясняется, что даже и они не сочувствуют этим стремлениям, а может быть, они бы и сочувствовали этим стремлениям, если бы они были более успешно реализованы. А может быть, между вот этими государствами, не вполне демократическими, ценится успех в большей степени, чем, например, следование принципам. Может быть, они многое готовы были простить, если были бы какие-то осязаемые результаты, но этого пока нет. Поэтому пришлось как-то вот стоять, ждать, пока к тебе все опаздывают, на диване сидеть на каком-то непочетном месте, выслушивать всякие нотации, типа не время сейчас воевать и вообще что-то вы тут нам устроили, и как-то по этому поводу объясняться. Видимо, тот план, который давно уже лежал на столе, потому что ясно, что это не импровизация, разные проявления мобилизационных мероприятий, по крайней мере, с весны в России проходили, то есть, видимо, это в папке лежало. Лежало-лежало, но вот теперь именно эта папка была, так сказать, взята для реализации. Да, активирована была именно она. Екатерина Михайловна, Путин говорит о частичной мобилизации. А что написано в документах? В указе, это единственное, что мы пока можем прочесть, можем читать указ, и мы можем читать соответствующий федеральный закон. А в указе никаких параметров, так сказать, частичности этой мобилизации не обозначено. Там нет сроков, там нет предельного возраста, там нет категорий, там нет, наконец, количества человек, которые нужно мобилизовать, там не обозначены какие-то территории, на которых будет проходить эта мобилизация. То есть, что в ней частичного, кроме, так сказать, преамбулы, на самом деле понять довольно сложно. Все дальнейшие разъяснения мы получаем от Министерства обороны, что, в общем, естественно. Также в указе есть некий седьмой пункт для служебного пользования, в котором, как объясняет нам Песков, содержится количество мобилизованных, желаемое количество, но оно было названо сразу министром обороны. Это 300 тысяч человек, довольно большое, надо сказать, число даже в масштабах такой страны, как Россия. Тогда уже непонятно, почему, собственно, скрывать этот пункт, если он немедленно был озвучен публично. Но я подозреваю, что там содержатся еще категории. То есть, какие, собственно, военные специальности нынче наиболее востребованы на рынке мобилизованных, это действительно лучше не публиковать. Раньше времени, может, вообще никогда не публиковать для того, чтобы счастливые обладатели этих специальностей не разбежались быстрее, чем все остальные. Если человек сегодня получает повестку, он обязан приходить, не обязан приходить? Я очень советую всем гражданам Российской Федерации, любого пола и любых отношений с военной службой, внимательно прочесть публикующиеся многочисленные памятки и разъяснения. В частности, Телеграмом нынче пользуется вся Россия. Вот Телеграм-канал, например, Павла Чикова, который, как я с удовольствием вижу, прибавил за сутки 100 тысяч приблизительно подписчиков. Также есть такая правозащитная структура «Первый отдел», которая занимается делами, связанными с госизменой, гостайной, обвинениями в шпионаже, вот такого рода преступлениями против государства. Вот она сейчас, эта группа тоже публикует у себя в Телеграме подробные разъяснения по этому поводу. Пожалуйста, прочитайте, что называется, на холодную голову. Достаньте свой военный билет, если он у вас есть. Посмотрите, какая там буква, какая там цифра. Есть тоже много всяких табличек, которые помогут вам это расшифровать. А не слушайте с особенным доверием каких-то официальных лиц, даже если это профильные официальные лица, как то, например, там, председатель Комитета по обороне Государственной Думы или какие-то еще депутаты и сенаторы. И уж тем более пресс-секретарь президента, который у нас еще накануне, буквально, по-моему, пять дней назад, говорил, что мобилизация в России не планируется. Эти люди могут много чего говорить, но давайте смотреть, чего в бумагах написано. Значит, верхней границы возраста нет. Нам говорят, что мобилизации подлежат только те, кто отслужил в армии. Но в указе этого тоже не сказано, и в законе о мобилизации этого тоже нет. Поэтому, получили ли вы повестку или не получили, в любом случае вам имеет смысл уточнить и понять свой правовой статус. Это очень важно. Понимаете, может возникнуть ощущение, что сгорел амбар, гори и хата, что страна погружается в какую-то тьму беззаконней, и теперь будут всех хватать на улицы, там, забревать лоб и отправлять на убой. Но, понимаете, это массовое мероприятие, которое проводится все-таки бюрократическими средствами. Поэтому за вами лично, вот персонально, если вы не какой-то сверхценный кадр, никто гоняться не будет. Поэтому, если вы знаете свои права, вам будет легче себя защитить. Но если вы их не знаете, если вы будете, так сказать, готовой жертвой, то, конечно, никто тоже не будет разбираться, что, может быть, вы не подлежите никакой мобилизации. Если вы сами этого не знаете, то никто другой за вас этого не узнает. А те молодые люди, которые выходят сегодня на акции протеста, насколько они больше в группе риска? Могут ли им прям в автозаке вручить повестку? Ну, вы знаете, может возникнуть такая ситуация, когда лучше получить даже, может быть, и какое-то уголовное наказание, не сильно большое, но тем самым избавиться от призыва, от мобилизации. Потому что все-таки даже в нашем федеральном законе действующем написано, что осужденные не подлежат мобилизации. Поэтому, что называется, смотрите, какой у вас выбор. Если речь идет об административном взыскании, так вообще, по-моему, даже и думать-то особенно не о чем. Но то, что возможно, конечно, использование этой мобилизационной угрозы как репрессивного инструмента, это абсолютная правда. Могут процвести по-прежнему, скажем так, они и так-то процветают, дополнительно расцвести всякие доносы, что вот у меня тут сосед на самом деле давно должен быть на линии боестолкновения, а он дома почему-то сидит. И точно так же могут, конечно, пытаться выискивать каких-то людей. Точно так же, как у нас бывали случаи, когда в армию призывали, помните, там сторонников Навального, например. Но это случаи единичные. Еще раз повторю, параметры заданы высокие. Система никогда ничего подобного не делала. У нас при советской власти мобилизация была только в 1941 году. До этого она была, соответственно, в Первую мировую войну. Во время Афганской войны мобилизация не объявлялась. Поэтому никто не знает, как это проводить. Так что забот достаточно будет и у бюрократии военной, и у бюрократии гражданской, чтобы не заниматься вами лично, даже если вы, значит, вот там какой-нибудь антивоенный, понимаете ли, активист. Дополнительный, как это называется, дополнительный бонус. Может быть, кто-то из тех, кто сейчас занят борьбой с экстремизмом, сам попадет в самую мобилизацию. Это люди подходящие по описанию. Они, наверное, должны были служить в армии. У них, наверное, есть какие-то специальности. Они, наверное, возраста вполне бодрого и в хорошей физической форме. Вот, может быть, они тоже будут скорее озабочены своей судьбой, чем вашей. Поэтому вывод из этого единственный. Не в смысле, что надо как-то расслабиться по этому поводу, а надо твердо знать свой собственный, именно ваш, ни соседа, да не вообще среднего гражданина Российской Федерации, а ваш правовой статус и ваши отношения с военной службой. Екатерина Михайловна, а можно ли считать, что нарушен какой-то негласный договор между властью и обществом, когда такое количество людей будут призывать? Ведь главный тезис «Оставьте нас в покое». О, да. Ну, тут мы уже переходим с вами от, скажем так, комментирования новостей дня к некоторому политологическому теоретизированию, но, конечно, конечно, все отношения граждан и машины власти 20 лет с лишним строились ровно на противоположном, на демобилизации. Мы вас не трогаем, вы к нам не лезьте. Мы от вас хотим только, чтобы вы время от времени приходили на выборы и голосовали так, как мы вам скажем, но изредка какой-нибудь митинг, праздничный концерт тоже надо будет посетить по разнарядке на рабочем месте. Вот и все ваше гражданское участие. Мы за вас платим налоги, мы вас избавляем от этого беспокойства, а вы не знаете, сколько вы на самом деле платите. Мы за вас занимаемся политикой и государственным управлением, мы вам устраиваем удобную, комфортную, как любят говорить, московские власти среду, ну, в богатых городах более комфортной, в других менее, но тем не менее. Даже военную службу, в общем, делали привлекательной, сокращая срок ее вдвое и далее делая более-менее интересными условия контракта военного. То есть обещали деньги, льготы, там всякую военную ипотеку и иного рода, так сказать, плюшки. То есть никто совершенно не мобилизовывал людей, что называется, под идею. Все первые полгода специальной военной операции, я, кстати, подозреваю, что этот термин сейчас выйдет из употребления, он, кажется, уже сочтен устаревшим. Так вот, все эти полгода, в общем, пытались действовать ровно так же. Граждан не трогать, никого не беспокоить. Операция почему специальная? Потому что ею занимаются специальные люди за специальные деньги. Деньги большие, прямо-таки невиданно большие. Вот смотрите, как государство замечательно о вас заботится. С этой точки зрения решение о мобилизации, конечно, идет вразрез со всеми привычными паттернами отношений человека и государства. Но мы видим и сейчас попытки как-то за этот паттерн все-таки еще цепляться. Ну, например, все эти разговоры о том, что у нас вообще-то резерв 25 миллионов, а призываем мы только один процент, жалкие маленькие, какие-то несчастные 300 тысяч. И это только служившие, да только со специальностями, да и вообще им тоже будут, значит, льготы и будут выплаты. Как видите, об этом тоже начались разговоры, и Центробанк даже поучаствовал, сказал, что советует финансовым организациям предоставлять кредитные каникулы, вот, и какие-то отсрочки тем, кто будет мобилизован одновременно с ипотекой. То есть как-то есть попытки продолжать этот тренд. Но, конечно, как его можно продолжать, когда каждый человек в России, мужской человек и женский человек, задумался ровно о себе в этот момент. То есть, а я-то как? Я попадаю или я не попадаю? И даже если он, поразмыслив, решит, что я не попадаю, зерно беспокойства в его, так сказать, грудь, заранилось уже. Спасибо.